Я не думаю, что все нужно рассматривать именно в контексте выборов. У нас тогда избирательные кампании не заканчиваются, они вечные. В данном случае, мне кажется, работает логика политтехнологий. В самопомощи ощутили, что за прошедший год, конечно же, они проиграли другим парламентским силам. Очень активной была Батькивщина, и у них выросли в прошлом году рейтинги. Радикалы о себе постоянно напоминают. Как бы своя ниша, и есть на чем тоже попиариться у фракции коалиции. А вот самопомощь оказалась в тени, просела. Проблемы были и у лидера, который, правда, не в парламенте. Им надо было о себе напомнить. Кстати, обратите, они не сразу отреагировали. Блокада была анонсирована еще в конце прошлого года, реально началась в конце января. А большинство депутатов, включая лидера фракции, присоединились фактически уже только в феврале. Поэтому, я думаю, что они просто для себя уловили шанс заявить о себе, показать себя. Сейчас это модно. Каждый выбирает способ, как это сделать. А тут коллективная такая презентация. Ну и это соответствовало их имиджу воинствующей патриотической силе. Сейчас они уже выступают не столько как партия и фракции среднего класса, как это было в 2014-2015 годах, а как партия такого воинствующего патриотизма.